Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 спят в ночь 5 на 6 мы думали но это обычная но обстрелы ты часто это бывало никто не задергал здесь нас чуть не взорвали сейчас между нашими машин упал и дрон но я хочу чтобы вся вот россия россия стреляет и выискивает какие-то позиции так вот я хочу спроси было без этих путинах и все все сейчас то будет видеть это и писательные какие-то души щипать клинка отсты просто я предатель это вы предатели потому что нельзя работать под властью массовых убийц пройдохи города хер с ними очень много где власти такие в россии так всю жизнь такие были но работать на улассовых убийц пацаны вы чё блять все те кто там со мной дружили работали вы чё блять а куда здесь власть делать российская она была как вы узнали что она пропала вообще принципе того что никто не показывает она глаза и куда никто не знаю я вошла все побито в городе было в райотла в городе побито было первые дни я не знаю ничего не знаю но я жалко людей что их жалко людей что нас жалко людей что все что люди вот так вот бывают как у вас сейчас жизнь будет устроить что вы делаете ну что уходя сидим закрытые даже и вакуум открыть сейчас окно открыла летит уже летит что этот дрон этот скрытый а дрон сейчас совсем неделю он не отпускает все за люди-то летел вот так что у нас упал утром у нас между нашими двумя машинами упал ну вот и что за мной уже третий день так вот вот а люди по каким причинам остались не успели уехать ну как это они это говорили что должны приехать а никто не приехал а предлагал кто эвакуироваться узнали уже последний день а как относятся украинские военные мы с россией журналист пробрали сюда рассказать что происходить для нас тут есть слухи мы должны проверить якобы кто-то в мирных жителей вы просто по улице здесь недалеко расстреляли кого-то мирных жителей друг да это скорее всего болтовня какая-то как культурно а как узнали что здесь уже нет российской власти что она пропала как об этом стал известном же украинские военные поехали наши убегали все солдаты ну так стреляли прилеты были на так что тут такого как сейчас как думаете надо было твою ночную это вы предатели те кто поддержит это говно и те кто помалкивает если бы все сказали нет вот этого всего бы не было вот этого всего пиздеца это кто здесь ты видел я что-то основное должно быть еда что ну конечно можно открывать это ваши забирать лекарства какие лекарства ну хотя бы сейчас это сама активирована есть закончилась до вас там и есть убыть по этим магазинам короче страшно ходить просто она воню вы знаете там маску одевать вот можете зайти в пятерочку или выйдем я понял и в центре там возле дорог там такая вонь стоит а вы предыдущие два-три года что думали про все что происходит вы как считали это правильно неправильно надо не надо мы считали что веселье по переговоры сделали между собой убами побились а люди люди чтобы живы были с той стороны и с этой стороны у вас друзья были с той стороны с украинской у меня сестра в харькове общались все это время вот уже полгода же связи нету а до этого разговаривали не было никаких ссор у вас нет ссор не было связи нету звоню туда все тишина а сейчас у нас и телефона уже нету они же разрядились а станции не работают да да конечно у нас нету я даже не знаю живы они там идти есть люди хорошие везде конечно скажу все везде люди хорошие есть и украинцы и также все другие все хорошие люди ох ребятки я вам скажу честно если пять не молилась не вернула богу все б не так было все б было хуже позже и уже нет нету а дают молиться все в порядке сейчас церковь есть какая-то здесь которая работает церковь и осталась какая-то я не хожу ни в церковь никуда я сижу пойду то воды схожу принесу то кирпичи лежать свою что нибудь воды поставлю подогреть на кирпичах ну то раз два поем а сейчас открыто не знаю кто там открыл что они что мы люди одинаковые ну а что начальство разное то они посчитают зачем нас к нам лезть то есть надо было не бомбой по людям а как-то политически разговаривать с политиком да не всем с политиком разговаривать нет есть люди готовы убить сейчас на одном месте не все такие люди есть люди я понял вас даже не знаем чем оно кончится и когда оно кончится как зимовать газа нету печек нету но если бы вы были путиным как бы вы сейчас себя вели что бы делали ну если бы Путин был бы я бы сказала Владимир Владимирович сделайте чтобы только мир был мы сейчас это покажем он увидит скажите обратитесь к нему не хочу только чтоб мир был чтоб люди живы были ведь очень много страдают и с нашей стороны и с той стороны мирные населения и там же матеря как говорят сыновья погибают и у нас кто прав там я в политике не соображаю вот чтоб и мир был а сейчас знали бы что так все будет за Путина голосовали бы после этих выборов сейчас уже я не могу сказать я в жизни никогда не фоткался с армейским оружием когда был с какими-то военными но всегда считал что это не моя работа и вообще единственный раз в жизни когда я пошел на охоту я в зайца не смогу сделать ну вот так вот как получилось со мной я в Украине в том числе на линии фронта прожил недель десять из последних полугода и это оружие стрелять всех кто устроил просто массовое истребление людей я своими глазами сегодня увидел как между моей машиной и следующей по наводке на нас прилетела FPV и мы не погибли потому что полугода ребятки поставили рэп специально чтобы перевозить нас и соответственно он сбил с курса чуть-чуть и разорвалась бомба метрах восьми от нас и поэтому я четко на одной стороне здесь есть нападавшие есть обороняющие здесь есть правда и неправда есть справедливость и есть так пиздец вот поэтому я сейчас сфоткаюсь с этим ружьем в первую жизнь вздох мая 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 в неделю к 20 н Продолжение следует...